Винсан Кассель родился 23 ноября 1966 года в Париже, Франция в семье французского актера Жан-Пьера Касселя. Его отец протестант, мать всегда разрывалась между своими родителями, отцом евреем и крайне религиозной матерью-христианкой. Бабушка с Корсики, в горах все очень традиционно, женщины ходят только в черном. Сам актер вырос в Париже, который постепенно становился мусульманским городом, и научился смотреть на любую религию как на полезную метафору, которая помогает что-то понять насчет человеческой природы. Но верующим он так и не стал. Возможно, все дело в том, что его отдали в католическую школу с очень строгими правилами, а это лучший способ вылечить от интереса к религии. После развода родителей в 1980 году 13-летний Вин Сан остался жить с матерью, но тогда же проявилось его подростковое бунтарство. Мальчишку не раз ловили на воровстве мелких товаров из магазинов, обвиняли в попытке угнать автомобиль. Решив изменить свою жизнь юного хулигана, Кассель поступает в цирковое училище, после окончания которого уезжает в Нью-Йорк, чтобы зарабатывать, изображая живую статую. Затем вернулся во Францию и несколько лет работал в театре Жан-Луи Баро, где был занят в нескольких спектаклях. Его успех неразрывно связан с именем режиссера Матьо Кассовице, который впервые отметил талант Кассели и пригласил его на роль в социальной драме 1995 года «Ненависть». Затем последовали Доберман и Жанна де Арк, где актер проявил себя в полной мере. В картине «Багровые реки» Кассель сыграл с Жаном Рено и своим отцом Жан-Пьером Касселем. Винсан Кассель в фильме «Доберман» одна из самых ярких работ, триллер «Порог на экспорт» Дэвида Кронберга. В 2006 году актер снялся в фильме «Шайтан». В этом фильме смеются над тем, что страшно и смеются над теми, кто проповедует веру как средство от страха, лучше верьте в Аллаха, и все будет в порядке. Вообще лучшие шутки, о страшных вещах. После 11 сентября, после смерти принцессы Дианы проходило немного времени, и люди начинали рассказывать анекдоты об этом. Мне кажется, это здоровый способ пережить стресс. То же самое и в кино, лучше показать насилие на экране, чем увидеть его на улице, считает сам Кассель. Возможно, он далек от идеала, но многие зрительницы с этим не согласятся. Особенно после фильма «Квартирка», в которой Винсан сыграл героя с разбитым сердцем. Или после роли печального жулика в картине «Читай по губам». Не говоря уже о том, что во Франции Винсан является официальным голосом короля романтических комедий Хью Гран. Для роли Жака Мерина в фильме «Враг государства номер один» набрал 20 килограммов. Винсан Кассель в фильме «Враг государства номер один» увлекается боевым искусством капоэйра, что продемонстрировал в фильме «12 друзей Оушена». Также стоит отметить его работы в драме «Наш день придет», в которой Кассель выступил еще и в роли продюсера, экранизации сказки «Красавица» и «Чудовище», фантезийной ленте «Страшные сказки». Кроме актерской деятельности Винсан занимался также продюсированием фильмов «Необратимость», «Шайтан» и «Лихорадка ночного шабаша». В последнем он выступил еще и как сценарист и режиссер. Рост Винсана Касселя – 187 сантиметров. Личная жизнь Винсана Касселя был женат на итальянской актрисе Монике Белуччи. Они познакомились на съемках фильма «Квартира» в 1996 году. В 1999 году пара официально оформила брак. 12 сентября 2004 года в Риме у них родилась дочь Дэва. В 2010 году в семье Моники и Винсана появилась вторая девочка – Леони. Как считалось, особой романтики их отношениям придавал тот факт, что Винсан жил в Париже, а Моника – в Лондоне. «Это позволяет держать наши чувства в тонусе», – говорил он. Но, видимо, расстояние все же негативно сказалось на их отношениях. В августе 2013 года пара рассталась. Винсан Касселя и Моника Белуччи с конца 2016 года у актера начались отношения с темнокожей моделью Тиной Кунаки – Тина Канейки, которая младше его на 31 год. Роман Винсана Касселя и Тины Кунаки разгорелся очень быстро. Пара познакомилась во время отдыха на Ибице. По словам модели, она даже не знала, кто такой Кассель, потому что не видела ни одного фильма с участием актера. В 2016 году они впервые вышли в свет в статусе пары. Тине тогда было всего 19 лет, а Винсан подходил к 50-летнему рубежу. Но большая разница в возрасте не помешала их отношениям. Летом 2018 Кассель сделал Тине предложение. Тина Кунаки говорила, что не могла прийти в себя от удивления, когда поняла, что ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. В августе 2018 Винсан Касселя и Тина Кунаки сыграли свадьбу в небольшом городе на юго-западе Франции. В конце 2018 года появились слухи о беременности Тина Кунаки.